Дамы и дамы, прошу любить и жаловать, офис нового рекламного агентства Креатита. Ну, прошу, Кашка, ты будешь сидеть здесь, а я буду сидеть там. На проходе? Ну, началось. Тогда я попрошу поставить между нами большой аквариум. Аквариум можно. И рыбок, пираний. А вот рыбок нельзя, не проси. Так, это потом и самое главное. Внимание. Йоколамоне? Ой, как красиво. Это не Йоколамоне, это мой рабочий кабинет. Вот здесь будет стол, вот здесь диван. А где ковер? Какой ковер? На который ты нас вызывали, видишь? Так, свободно. Вот здесь, я думаю, что по логике вещей должна быть кухня. Но в принципе принимается, как я уже говорила, любые предложения с 9 до 8 в письменной форме желатель. Боже, шкафы купе! Она никогда не видела шкафа в купе. Боже ж ты мой, с кем мы имеем дело? Так, внимание, полигон для победных сложений. Полигон? Угу. Тогда там будут стоять два кресла, здесь столик, а посередине барная стойка и мальчик-бармен. Симпатичный-симпатичный. Балда, это переговорка для внутренних совещаний и для переговоров с очень важными клиентами. Первый уже здесь. Здравствуйте. Здравствуйте, красавица. Так. Ого, какая красота. Уютно. А вот здесь предлагаю поставить диван для общения с особо важными клиентами. Знаете-ка что, а действительно, поставим два дивана. Два дивана в два раза больше клиентов. Логично? Вполне. Шампанское? Да. Это хорошо. Но расслабляться рановато. Нужно капусту рубить. Капусту. Простите, что? Денежки делай, делай денежки. Артур, все будет так, как мы с вами договаривались. Я обещаю. Я не сомневаюсь. Какой бы банк, красавица, вам такой кредит отвалил. Это я, альтрулист. Так что, девчонки, милые, Арбайтен ундисциплин. Труд сделал из обезьяны человека. На деньги наоборот. Что? Артур, все вернем в срок. До копеечки. Обещаю. Да что, и зверь какой-то. Могу и недельку запаса дать. И процент возьму. Всего лишь чуть-чуть. Грудь выше. Вот так. И веселей. Чао. Мерзость какая. Ведь спит с ним кто-то, а? Ну, спит ведь. Ну, вообще-то он прав. Расслабляться-то рановато. А то и агентство можем потерять. И квартиры наши, между прочим, тоже. Ролик, как ты бестен, а два дубля один. Фонограмма! Экшен! Фонограмма! Два глотка, и жизнь налаживается. А что здесь происходит? Стоп! 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 Игорь, Игорь, миленький, Игорёш, ты должен был сказать, как ты бель, и всё. А что это такое? Что это за танец? Это ничего нет в сценарии. Мы-то работали сценарий. Поверь мне, вот это вот смотрится гораздо живее. Живее? Это же бред какой-то. Это картинки из борделя. Ты плохо разбираешься в том, что нужно нашему зрителю. Мы не просто так это придумали. Мы провели исследование целевой аудитории. Пожалуйста, доверься профессионалам, и всё будет окей. Предлагаю тост за самое лучшее рекламное агентство в мире. За крятиф. Ура! Девочки! Ну, а теперь? Теперь мы... Торжественная часть окончена. За работу, девочки. Я кукарача! Я кукарача! Я кукарача! Игорь, подожди, пожалуйста, не руби с плеча. Я прошу тебя. Понимаешь, вот на вот это всё потрачено уже огромные деньги. Мои деньги? Потрачены тобой? Зря. Это же не формул какой-то. Поехали в офис. Да, скоро буду. Кетчуп тоже вычёркиваем. Кетчуп вычёркиваем, кофе вычёркиваем, макароны, игрушки и того. О! Кто нам ещё не отказал? Слушай, а может попробуем средства от геморроя? Что? У них в прошлом году знаешь, какой бюджет был? Геморрой у профи. Они его заработали себе уже месяц назад. Я знаю, я опоздала, опоздала на работу, но у меня была уважительная причина. Я не ночевала дома. Железный аргумент. Настроение нехорошее, да? Садись, давай мы тебе сейчас его испортим. А что такое с клиентами задницы? Маша! Хорошо, ягодицы. Так годится? И? Тебе кажется, что это смешно? Да, очень смешно. Девочки, ну вы же мне слова, слова не даёте сказать. Значит так, делаем погладку чаю. Сейчас вы в обморок упадёте. Готовы? Ну, у нас есть реальный шанс заполучить себе в клиенты Строганова. Чего? Чего? Это ты у него сегодня ночевала? Нет, я встречалась с Лёвой. Это который из премиума? Короче говоря, я развязала ему язык. И он мне сообщил, что то, что делает премиум с рекламой Строганова, это полный отстой. Строганов в шоке. Ты хочешь сказать, что... Да, да, да. Нам нужно появиться в нужное время и в самый критический для фирмы момент. И тут опа! Мы на арене белых платьев. Так, это конечно всё хорошо, но как мы на него выйдем-то? Девочки, вы меня недооцениваете. Готовьте наряды. Сегодня идём на большую тусовку. На какую тусовку? Победителем ежегодного конкурса качества в номинации «Хранитель традиций» стала марка «Коктебель», принадлежащая одному из самых успешных бизнесменов страны Игорю Строганову. Награждение и чевствование номинантов состоится в ночном клубе в Египте 13 ноября. Какое у нас сегодня число? Да, сегодня, сегодня 13-й. Слушай, как тебе это удалось? Короче говоря, вот три пригласительных программы мероприятия. Тогда я покажу. Значит, девочки, обратите внимание, вот, вот, смотрите сюда, смотрите. Танцевальный марафон. Я считаю, что лучшего момента для знакомства вообще не существует. Значит, танцевальный марафон парой определяется через лотерею визиток. С ума сойти. Вот, так вот, девочки, я еще кое-что узнала. Оказывается, Строганов танцует танго. Как и ты, Таня. Более того, он берет частные уроки. Правда, стесняется об этом говорить. Ну, а что стесняется? Ну, как чего? Такую мачо и уроки танцев. Ну, допустим, мою визитку мы подложим. Ну? Ой, 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 Строганов Игорь Владимирович и генеральный директор винного торгового дома, как ты бей. Вот, посмотри, а. У Левы случайно оказалось. Аферистка. Машка-то где? Машка, где я? Пропала, как всегда. Значит, все нормально. Все в порядке. С ведущим я договорилась, 50 баксов он взял, твою карточку тоже. Ну, поломался, конечно, так немножечко, но это ничего страшного. Значит, лотерея будет через 10 минут. Ты поняла мне? Через 10 минут. Волнуешься? Как ты волнуешься. Я волнуюсь, я. Девчонки, волноваться не надо. Значит так, давайте, давайте выпьем. Взял храблость. Давай. Да. Таня. Таня, Танечка. Таня, в туалет. Таня, Таня. Прости меня. Танечка, в туалет. Таня, в туалет. Наш герой готов принять бой. Тут появляется космический корабль. И из него выходит лялька. Ольга Ивановна. А? Ольга Ивановна, простите. Да, конечно, конечно. Ольга Ивановна, она очень сильно подходит на роль главной героини. Итак, я не буду отвлекаться. Наша героиня, естественно, голая. Ну, пару лоскутков, конечно. Она протягивает ему руку. Он... Что? Да, закипело. Расскажи финал. Финал фееричный. Секс на углоке. Да. У меня что, на лбу написано? Идиот. Послушай, Спилберг, денег не дам. Более того, скажу всем своим друзьям, всем знакомым, чтобы никто, слышишь, никто не попался на этот лохотру. Да, да, я с удовольствием продолжил нашу теплую и дружескую беседу. К сожалению, должен поприветствовать друга Игоря Строганова. А что, Строганов его друг? Угу. Ну, так почему же он не отфинансирует ваш гениальный проект? Закон. Не делай бизнес друзьям. Или потеряешь бизнес, или друзей. Итак, дамы и господа, внимание, 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 сейчас мы с вами узнаем нашего самого главного номинанта. Его имя войдет в аналы истории. Это замечательный человек. Бизнесмен с самой большой буквы, с великолепным вкусом. Это самый лучший винодел нашей страны, Игорь Строганов! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Игорь Владимирович, мы вас поздравляем, поздравляем, ну и, соответственно, хранитель традиций ваш. А сейчас, пожалуйста, несколько слов. Поделитесь, пожалуйста, секретом своего успеха. Всем добрый вечер, большое спасибо. Огромное спасибо за этот прекрасный приз. Все помнят фразу «Истина в вине». Я хочу добавить, что истина в хорошем вине. Браво! Браво! Замечательно! Замечательные слова, Игорь Владимирович! Вы настоящий хранитель традиций! Дамы и господа, наш вечер продолжается. Впереди еще масса сюрпризов. Но самое главное, это, конечно же, танцевальный... Мы просто великолепны. Боже мой, какая красота! Как интересный земной шар в ладони. Милый, теперь весь мир в твоих руках. Я надеюсь, что твоя реклама не пустит в меня подряд. За тебя! Тань, помада слишком яркая! Яркая? Нормальная! Нормальная? Да! Вообще, я выгляжу в этом очень вульгарно, по-моему. Ты что, намекаешь на мой дурацкий вкус? Нет, на тебе это органично! Я как... Не знаю, кто он... Слушай, ну он же мужик, а не крокодил! Не волнуйся, не съест! Подождите, подождите самое главное! Чем естественнее ты будешь с ним себя вести, тем больше у тебя шансов добиться результатов. Понимаешь? Успешные мужчины, они как дети, понимаешь? Предложения должны быть простыми в своей гениальности, ну как реклама конфет. Девочки, а вы что, считаете, что реклама конфет простая задача? Дети ангелы, и их надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники, а разговаривать языком маркетинга не надо с ним, не надо. Все время о том же говорю, именно спонтанные идеи становятся для детей самыми важными. А вы что, все работаете в рекламном бизнесе? Да. А вы могли бы вот сейчас мне, в сию минуту, изложить две-три идеи? Мы же с вами не знакомы. Голубева Екатерина, креативный директор нашего рекламного агента. Пожалуйста, садитесь. Мария Воронцова, директор по маркетингу. А мне зовут Татьяна, я... Девочки, я пошла. Сидите, сидите, Катерина. Я пошла. Давай. И им оказывается президент винного торгового дома Коктебель Игорь Владимирович Строганов. Игорь Владимирович, вы сегодня герой нашего вечера. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, ну, действительно, фортуна доказывает, что успешный человек успешен во всем. Но сейчас, дамы и господа, сейчас самое интересное, кто же будет вашей партнершей. И ею оказывается та счастливая девушка, которая будет танцевать с лучшим виноделом нашей страны. И это генеральный директор рекламного агентства Креатида Татьяна Ковальчук. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот такая у нас замечательная пара. Ну, у нас так заведено, что дама определяет, какой штанин танцевать. Итак, Татьяна, что вы будете исполнять? А, танго. Танго? Вау, как неожиданно! Ну, замечательно. Итак, внимание, звучит танго. flexibility. Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Сдаюсь Дима Торзок 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 Какие сведения? Откуда? Это я тебя спрашиваю, откуда? Ну да, ты у нас мастер. Стрелочки переводить. Так, все, я не хочу говорить об этом. Я ухожу в туалет. Я очень надеюсь, милый, что когда я вернусь, я не застану тебя танцующим с очередной дурочкой. Ты много пьешь. Наконец ты обратил на меня внимание. У меня прогресс. Я пройду, можно? Не упадите. Ну ты следующее разу друзей-то предупреждай. Я чуть в обморок и упал. Ты, оказывается, у нас танцов. Да ладно. Да не смущайся. Это же шикарно, да? Бизнесмен Строганов танцует танго. Да это же было что-то. Скажи, закипело. Просто карида. Вид какой-то мрачноватый. Да. Что такое? Кажется, я... Я обидел ее. Зря. Опа. Это что-то новенькое. Блин, ну он же хуже будет. Я такая дура. Я просто набитая дура. Я вообще не понимаю, как вы меня уговорили на этот идиотизм. Ни одно нормальное агентство так не работает. Таня, забудь про этого винодела недоделанного. Смотри, сколько красивых мужиков вокруг. А ты, случайно, не мадам Легуляева, королева ортопедических матрасов, а? Она? Ну, что? Затепелов, за мной. Затепелов, за мной. Пригласи сейчас ее на ча-ча-ча. Давай, не скучай. За мной, за мной, за мной. Ну, я очень, очень, очень. Затепелов, да. Спасибо. Опа-ля-ля. Пока вы, господин Строганов, развлекаетесь с барышнями. Я на вас работаю. Золотая рыбка. Ш-ш-ш. Все. Никакой лирики. Значит так. Ну, во-первых, все это блеф, так что ты не парься. Эта твоя дурочка, блондинка, ничего знать не может. Агентство Креатина. Новое. С ними пока никто не рискует работать. Соответственно, рисковать не будет уже никогда. Потому что, если они через неделю не найдут себе клиента, фирма лопнет, взаимущество отойдет к, ну, короче, к одному моему хорошему знакомому. В общем, бедные, а, не чокаются. Да. Бедные девочки, очень жалко. Девочки, я приду на ваши похороны. Обязательно мне, пустояние. Красный человек. Санечка, Санечка, я видела, как вы сегодня танцевали. Это гениально, это замечательно. Да ну что вы. Бетерапсихора, сколько страсти, сколько огня. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое, девочки. Девочки, знакомьтесь, это руководитель концерна «Бонжур» Серафима Аркадьевна Зимина. Очень бедно. Очень бедно. А мы с Катюшей отлично поговорили. И я вам должна сказать, на следующей неделе мы должны встретиться и обсудить фу-фу-фу-фу-фу в некоторых детальках только. Ну что вы, этот вопрос. Игорёщик, я поздравляю вас. Скажите, вы знакомы с девчонками? Познакомьтесь. Это молодая, талантливая, энергичная рекламная компания. Очень приятно. А это… Желаю удачи. Спасибо. Здравствуйте. О, ты где пропадал-то, а? А что у нас с буклетами? Да, у тебя всё отлично, всё лежит на столе. Весь тираж. Очень хорошо. Стенд. Тань, я договорилась, нам дали новое место. Прямо в центре. Там самый большой поток посетителей. Девочки, завтра нужно будет обратить внимание на мобильную связь. Мне сказали, что будет очень много потенциальных клиентов. А что у нас с переговоркой? Почему вы здесь сидите? Через неделю будет готово. Да, кстати. Катюк, спасибо тебе. Мне? А за что? Хорошо. Я только что встречалась с Серафимой Аркадьевной. Бонжур наш. Завтра подписываем договор. Так что с первым вас клиентом, девочки! Йокаламэне, это надо отметить. Таня, кто бежит за шампанским? Никто не бежит за шампанским, потому что все активно готовятся к выставке. Что это? Журнал. Бизнес в лицах. Помнишь, мы с тобой обсуждали? Игореш, завтра открытие выставки. Как ты понимаешь, на стенде премиума главное место будет занимать реклама твоей компании. Если бы ты, солнышко мое родное, уделил капельку своего драгоценного времени и посетил выставку, это было бы и полезно, и приятно нам обоим. Время просто совершенно нету. Совершенно. Как всегда. Времени нет. Ничего нет. Хотя, ты знаешь, возможно, ты права. Возможно, мне действительно стоит сходить на эту выставку. Какие еще новости? Новости? Я соскучилась. Когда увидимся? Завтра. Где? На выставке. Газета «Деловая неделя». Игорь Владимирович, добрый день. Скажите, пожалуйста, насколько далеко запланировано ваше сотрудничество с агентством премиум? И собираетесь ли вы менять концепцию вашего рекламного продукта? Что? Мы бы хотели узнать, насколько далеко будет простираться ваше сотрудничество. Я прошу прощения, вы госпожа Стрельбицкая, и она с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Благодарю. Игорь, госпожа Стрельбицкая, простите, пожалуйста. Да. Именно этому принципу, на мой взгляд, должны подчиняться главные стратегические решения. Если у вас есть какие-то вопросы, я с большим удовольствием их выслушаю и по возможности на них отвечу. У меня есть вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вы работаете только с женщинами? Это случайность. Просто встретились несколько людей, одинаково смотрящих на мир, с одинаковыми целями, не нашедшие возможности реализоваться в других проектах. На мой взгляд, пол в бизнесе вообще вторичен. По стратегии развития есть у вас вопросы? Вы знаете, вопросов нет, есть предложение, которое вас может заинтересовать. Игорь Владимирович, я очень вам благодарна за то, что вы посетили самый финал моего выступления. Но давайте дадим возможность задать вопросы тем людям, которые выслушали его от начала до конца. Я слушаю, господа, какие еще будут вопросы? У меня вопрос по поводу манипуляции стереотипами. Если будут какие-то вопросы, то, конечно же, теоретически вся информация есть в брошюре. Интернет-сайд, телефон, все. Так что звоните, до свидания. Напрасно вы не выслушали моё предложение. Спасибо, я однажды его уже выслушала. Ну зачем вы так? Я просто хотел пригласить вас. Вот ты где, милый, а я тебя еще по всей выставке. Ой, если не ошибаюсь, твоя партнерша Патанга? Не ошибаетесь. Извините, я тороплюсь. Очень жаль, очень. Нам будет вас не доставать. Случайно встретились, да? Мы с вами встретились. Вот так. Вон пошел. Ты понимаешь, она себя так ведет, я себя чувствую мальчишкой нашкодившим. Хотя она права. Я ее оскорбил там, на презентации. И что ты ей такого предложил? Просто поужинать. Да? Ну это пошло, старик. Скажи, Закипелов. Да нонсенс. Согласен. Алло. Игорек, здравствуй. Узнал? Привет, Макс. Чем порадуешь? Мне не очень приятно тебе это говорить, но продажи твоего вина упали и продолжают падать. Чего не скажешь о твоих конкурентах. Ну, я надеюсь, ты обредил, почему эта тенденция возникла? Ну, я не маркетолог, но могу предположить, что все дело в рекламной кампании. Да, скажу тебе по секрету, конкуренты готовят очень мощный проект. Так что тебе нужно что-то срочно предпринимать, иначе лишишься рынка. Только я тебе этого не говорил. Ты меня слышишь? Отчетливо. Спасибо, Макс. Ты не волнуйся. Что? Ты думаешь, жизнь такая коварная штука? Как только ты думаешь, что у тебя все карты на руках, оказывается, мы играем в шахматы. В общем, продажи мои падают, реклама не работает. Все, как она говорила. Слышь, Наполеон, я думаю, что жизнь, наоборот, подбрасывает тебе шанс. Таня, рекламист, тебе нужна новая рекламная кампания. Получаем его в одном. Это же просто. Как говорили древние греки, ничто так не объединяет и сближает людей, как совместный труд. Это самая большая речь в жизни, которую я слышал от Закипелова. Браво! Ты с ума сошел. Она же меня ненавидит. Как мы с ней будем совместно трудиться. Она даже со мной разговаривать не будет. А ты знаешь, что от ненависти до любви один шаг. Хочешь, пари, мы с Закипеловым сделаем так, что Татьяна сделает этот шаг и влюбится в тебя, скажем там, за семь дней. Дмитрий, мне кажется, она хватит. А что? Здесь что главное? Здесь нужно разработать сюжет, развитие ваших отношений. А для нас, для профессионалов, это пыль. И готово. Не веришь? Обижаешь. Спорим? Убери руку. Спорим? Через неделю ты в шоколаде. Спорим. А как вы это, братья Люмьеры, теперь сделаете, а? А это наши с Закипеловым проблемы. И что хотите? Ладно, не обрегайся. Значит, смотри, если получится так, как ты говоришь, я буду спонсировать ваш фильм. Шириво, ваше кино. Этот, апогейки мини-финематографические мысли. Так, попрошу к святому относиться с уважением и почтением. Строганов, ну, наконец-то, наконец-то ты показываешь себя, как человека, тонко чувствующего большое искусство. Не врешь, не вру. А если проиграете? А мы с Закипеловым будем мыть твою машину весь год. А у меня их три. А мы будем мыть три машины весь год. Руби! Блин. Если бы вы видели себя в зеркало, в таком состоянии можно договориться лететь на Луну. Спор, бля. Что? Оскорбление. Все ведет отлично. Отлично. Ты можешь объяснить, что мы здесь сделаем и в кого ты сегодня играешь? 11.00. Объект находится в супермаркете. Извините, Бонд, я вас просто не признал с диктофоном. Для выполнения этой сложнейшей миссии нам необходима информация. Полная информация о главном объекте. И о тех, кто находится рядом с ним. Ведь нам про эту Таню ничего неизвестно, кроме имени и места работы. Остальное будем собирать по крупицам. Нелегким трудом частного сыска. Так, это что такое? Вчера зашел на корпоративный сайт Креатиды. Ладно, приедем в штаб. Изучу поподробнее. У нас уже и штаб есть. Штаб теперь моя мастерская. Понял? Умник. Вышли. Привет, мой Свет. Соскучился, наконец? Проходи, садись. С собой все любуешься? Ох ты, как официально все. В общем, я попросил тебя прийти, чтобы сообщить о некоторых изменениях в вопросах рекламы. Так. В общем... Как сказать-то? Я буду работать с другим рекламным агентством. Ну, премиум не справляется. Понимаешь, у меня падают продажи. То есть реклама не работает. Где новые акции, обещанные? Где новые пиар-ходы, тоже обещанные? Новые идеи. Где это? Где? Вот, например. Нет? Нет. Их нет. Понимаешь? А есть только отснятый на пленку бордель этим твоим. Решил с креатидой поработать? Ну, какое это имеет значение? Огромное. Ты хоть понимаешь, каким бюджетом ты рискуешь? Ну, конечно, понимаю. Это же мой бюджет. У креатиды куча проблем. И ни одного приличного клиента. Ты в курсе, что вот эти вот конфетники, они не заключили с ними контракт? Эта креатиды раструбила на весь мир, что якобы у них что-то там есть. У них сплошные долги. И никаких перспектив. Понимаешь, просто никаких. Ни один уважающий себя бизнесмен не будет с ними сотрудничать. Я буду. Если они согласятся. Они? Они согласятся? То есть они еще выбирают? Игорь, что с тобой? Илон, прости, ради бога, у меня действительно очень мало времени. Завтра совет директоров. Так что... Строганов, ты влюбился, да? Внимание! Круто! Что за бред? Какие ставки? Ставки? Ставки так, для азарта. Нам нужен результат. Любовь. За семь дней вот этих двух людей. Главное что? Главное же атмосфера. Атмосфера скачек, атмосфера волшебства, брызг шампанского. Кстати, не помешало бы выпить шампанского. Любовь. Нежное, воздушное чувство. Любовь движет миром. Так же, как и ненависть. Мне кажется. Но ничего, мы заставим их полюбить друг друга. Ну, вперед! Ю-ху! Закипелов. Хорош, хорош. Я тебя очень прошу. Ну, не будь ты таким тоскливым. Давай! Предлагай идею, я буду слушать. Я идею. Ну, да, в принципе, я так и думал. Ты предложил парь Игоря, не имея никаких планов. Уникум. Художника обидеть может каждый. Ладно, ладно, ладно. Не скули. Не такие дела заваливали. Есть один план. Должен сработать. И вот тут он понимает, что непременно должен ее увидеть. Пусть это будет стоить ему жизни. Он прорывается к ней через прошлое, настоящее, прямо в будущее, как есть в доспехах. Несется с копьем по залитой солнцем улице. Фантастика. А что такое любовь? Это фантастика, которую мы, погрязшие в серости жизни люди, постоянно пытаемся отыскать, каждую секунду. Так, ну кино как развитие нового направления теоретически может быть нам интересно. Очень, очень интересно. А вы почему молчите? А, искупилась. Это что, фамилия такая? Да. Да, не нравится? Нравится. Просто смешное несоответствие. Вы меня мало знаете. Так, мы готовы взяться за ваш проект. Вы согласны? С завтрашнего дня мы уже можем начать разрабатывать бизнес-план. Только я должна вас предупредить, деньги на фильм найти очень сложно. Не-не-не, инвестор у нас уже есть. А, тогда, извините, от нас вам что нужно? Ну, а в участие. Участие. В смысле? У нашего спонсора небольшие проблемы и ему необходима новая рекламная кампания. Так. Девушки, возьмитесь. Вы получите первоклассного клиента, а мы инвестиции. В принципе, интересный ход, да? Да. Кто ваш спонсор? Игорь Струганов. Я боюсь, что на этом наш диалог будет закончен. Ребят, вы не подумайте, дело не в вас. Буквально несколько дней назад мы бы много отдали за такого роскошного клиента, но на сегодняшний день так сложилась ситуация, что это будет невозможно. Простите. Что ж, когда целый год бьешься об стену, пытаясь доказать, что ты умеешь, знаешь, способен, а тебе попросту не верят. Это закаляет. Надежда и разочарование наверное так и должно было быть. А, девушки, можно вас на минуточку? Ребят, подождите, пожалуйста. Извините. Все, бурдык. Что? Мама сошла. Это же бурдык, мне вообще прискуют. Таня, ну пожалуйста, пожалуйста, Таня. Слушай, косит жиры. Нервы. Волнуюсь, я не... Простите, Дима? Да. Можно я вам задам один единственный вопрос? Вас сюда Строганов прислал? Нет. Честное благородное слово, он ничего не знает о нашем разговоре. Хорошо, я с ним встречусь. Отлично. Где предпочитаете, в каком ресторане предпочитаете назначить встречу? Я предлагаю в Ливском особняке. Шикарное место, Строганов там часто бывает. Я приму его у себя в кабинете завтра в девять. До свидания. Всего доброго, спасибо. Может, еще десертику? Нет, спасибо, мы спешим. Конечно. До свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо, что согласились встретиться с Адвицей. Простите. Да, Лена. Кто? Ну, пусть перезвонят. Да. Минут через тридцать. Я занята. Да, давай. Простите. Я слушаю. Спасибо, что согласились встретиться со мной. Очень жаль, что мне не удалось озвучить свое предложение еще там, на выставке. Я хотел пригласить вас пообедать, чтобы принести свои искренние, глубокие извинения за все свои слова и поступки. Поверьте, такое поведение не свойственно мне. Я искренне сожалею о том, что произошло. Ой. Я взвесил все за и против и предлагаю вам сотрудничество. Работу над моим новым рекламным проектом. С сегодняшнего дня моей интересы в сфере рекламы будет представлять агентство Креатида. Я уверен, что это станет новым этапом жизни нашей компании. Мы планируем многоступенчатый, масштабный рекламный проект. Пожалуйста, ваши вопросы. Будьте добры, канал ТВ-7. Скажите, Игорь, а бизнесмен такого уровня, как вы, не боится работать с только открывшимся агентством, еще не успевшим себя зарекомендовать на рынке? Напротив, я уверен, что Креатида скоро станет лидером на рынке рекламы. Это закономерно. Здорово. Вопрос к Татьяне. Танечка, скажите, пожалуйста, а что вы думаете о той рекламной стратегии, которую использовал концерн Строганов до вас? Ну, в данный момент мы как раз очень активно изучаем ситуацию, так что будем анализировать. Проанализируй это. Пожалуйста, еще вопросы. Алло, Матрехина, ты мне нужна срочно. Как? Ладно, договорились. Ага, да. Алло, Артур, привет, Илона. А у меня к тебе дело? да, соскучилась очень. Пожалуйста, приезжай скорее, это очень важно. Твоё здоровье, любимый. Таня, вот, знаешь, меня вот этого вот Строганова уже тошнит. У меня уже нервные зайчики в глазах. Нет, мы, конечно, договорились работать до упора, но у меня этот упор уже час назад как был. Всё, и ты сама вообще как? Да вроде ничего. Давайте еще один сайт посмотрим. Нет, Таня, нет, еще один сайт, и я точно возненавижу Строганова. А вот это неправильно. Клиента надо любить. Вот именно. Девочки, вы можете сказать, что я там лентяй. Вот, нервные зайчики до упора. Нас уже двое. Ладно, уговорили перерыв. До завтра. На полчаса. Что? Я хочу сегодня с документацией закончить. Всё понятно. Триотида, добрый вечер. Таня, добрый вечер. Я не помешал? Да нет, у нас как раз небольшой перерыв. Добрый вечер. А мы тоже тут с ребятами работали. И вот созрела идея поужинать. Хотим пригласить вас в ресторан. Но заодно можно будет обсудить концепцию проекта. Нет, 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 нет. Вы знаете, дело в том, что мы как раз сегодня хотели закончить с документацией. Так что спасибо вам огромное за предложение. Но как-нибудь в другой раз. Извините. всего доброго. До свидания. До свидания. Что? Растерялся? Что? Заметьте, вы сами отказались от ресторана. Я не отказывалась. Я не от ресторана отказывалась. Я от планерки в ресторане отказывалась. Таня, ну это кощунство. Уйти с работы и снова говорить о работе. Ладно, 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 шантажистки, уговорили. Объявляется перерыв до завтра. Едем кутить. Обещаю ни одного слова о работе. Куда? Куда? Есть такой ресторанчик, Липский особняк. Может быть, говорят, там кухня очень хорошая. Едем. Здравствуйте. Вам столик на троих? Здравствуйте. Тогда. Присаживайся. Удивлять это часть нашей профессии мы же рекламой занимаемся. А вы что, не любите сюрпризы? Мы их обожаем. Но как вы нас нашли? Интуиция. Ну, может быть, мы тогда сдвинем столы? Да. Конечно, сдвинем. А вот и я. Наконец-то. Твой зайчик. Мне нужно, чтобы ты сделал то, что ты умеешь делать лучше всего. Как? Здесь? Послушай меня. Нужно, чтобы ты кое-кого поприжал. Прижать? Да с удовольствием. Ленек, мне нужно, чтобы ты уничтожил, разорил одну компанию. Кого? Креатину. Да запросто. Мамой клянусь. Папой клянусь. Обещаешь? Обещаешь, так, чтобы их не было? Больше уже никогда и нигде. Сам я в кольцонах останусь, но тебе удачу куплю. Ты сегодня же ими займешься. Ты обещал. Все пропьем, но флот не опозорим. За успех нашего безнадежного дела. Спасибо за приятный вечер. Спасибо вам за приятный сюрприз. Спасибо вам. Как собираетесь добираться? Такси вызовем. Три. Мы закипело, все в разных районах живем. А можно, Машенька, я вас довезу? У меня машина здесь. Да, конечно. Екатерина, а может быть мы прогуляемся? Прекрасная погода. Да, почему бы нет, конечно. Ну, 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 смелее. Заходи. Заходи, заходи. Свет-то у тебя есть? Сейчас, секундочку. Ну, показывай. Хвастайся. Йок-ла-мане, это же, это, 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 это Бьюик 1939 года рождения. Какая стильная мастерская. У меня очень много знакомых художников, и я была у них в мастерских, ну, знаешь, у керамистов, у них все в пыли, у жиописцев, пахнет этим растворителем. Ну, у каждого художника. У тебя, у тебя можно жить, жить и творить. Просто с ума сойти. Я, я на такой машине готова на край света. На край света не получится. Почему? Не заводится. Не понимаю, почему никто не понимает. Я уже и двигатель перебрал трижды. Вроде все так, не заводится. Ну, все. Не мучай. Не мучай бедную девушку. То есть? Капот открой. Зачем? Ну, открой капот. Пожалуйста. Хорошо. А вот там, вот там каток был. И прямо над ним горка. Мы туда сбегали с уроков. Да что ты. Да, Акимка всех подбивалась. А вы что, учились вместе? Здрасте, мы одноклассники. Здрасте, а я не знала, мне никто не говорил. Да. Ну, он заводил их был, а я таким, скромным, затенчивым, мальчиком. Ага. Что, не похоже? Нет. Я помню, знаешь, одна же, одна же. Я туда на горку сбежал, с уроков, ну, солнце, знаешь, погода, снег такой, хлопья, вот такие. Но учиться совершенно не хотелось. И я с горки лечу, и вдруг, бац, какие-то сапоги врезаю, знакомые. Я поднимаю голову, стоит наша классная руководительница. Я, и в меня зайчу, День, Димка. Да. И он встает, протягивает ей портфель, говорит, Марсик, не хочешь попробовать? Слышишь? Вот наглость. А ты действительно молчу. Другой бы уже вопросами замучил, советами сделал. Я вижу, что в советах ты не нуждаешься, а если узнать, что ты захочешь, спросишь, так? Так. Ты еще не глупый. Ну ладно, рассказываю. Мой папа был автогонщик. И все свое детство я провела рядом с машинами. Вот поэтому я немножко научилась с ними обращаться. Только ты, пожалуйста, глядя на эти работы, не подумай ничего такого. Каждый художник, чтобы, прости, чтобы набить руку, вот, чтобы набить руку, он пишет, женские и вообще обнаженки. Обнаженки. Я думаю, что если познать женскую анатомию и вообще человеческую анатомию, как сказать, почувствовать, как это все устроено, вникнуть в это, я думаю, можно познать тайны вселенной, как-то прорваться, может быть, во что-то новое. Хочешь кофе сварить? Хочу. Не замерзну? Нет. У меня ни капельки. Спасибо тебе. Что? Ну, у меня на самом деле давно уже не было такого вечера замечательного. Просто удивительно. Я тебе сейчас одну вещь скажу, только не вздумай обидеться. Можно? Давай. Я еще вчера думала, что Игорь Строганов самовлюбленный болван. Но это было вчера. Сейчас все по-другому, честное слово. Не обиделся? Ну, мало, конечно, приятного. Нет, не обиделся. Хорошо. Я очень рад, что ты мне разрешила себя проводить. Я тоже очень рада, но мы уже пришли. Это мой дом. Это моя курка. Так, и еще мне надо признаться, я уж сразу тебе все. Помнишь звонок из супермаркета от Максима? Пропадение продаж и все такое. Это моя работа? Я знаю. Правда, что ли? Ты знаешь что, попробуй еще раз довести. Ну, попробуй, попробуй. Ну, вот и все. А ты сам ее останавливал? И сколько ты ее делал? Три года. Бедный мальчик. Субтитры создавал DimaTorzok Ты можешь вот так сидеть, не двигаться. Не двигаться. Замри. Я очень рад, что все так получилось. Я на самом деле тоже рада. Ну, до встречи. Пока. Пока. Так, слушай. Я бы станцевала бы с тобой еще раз. Что, Gayle. Пока. Очень Tudo. Пока. Все. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Дима, открывайте! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Открывайте! Дима! Иду, иду, иду! Иду, иду, иду! Иду, иду, иду! Иду, иду, иду! Здравствуйте, иду! А что это вы ещё не одеты? Подождите, а куда? Вы меня просто удивляете, у нас совершенно нет времени! У меня сегодня ещё композитор, скульптор-монументалист, а у него ревматизм. Представляете, как он будет ползать по своим монументам? Какой ревматизм? Прошу прощения, подождите! Вы кто такая? Вам должна была Алла позвонить, не кричите, пожалуйста. Слушайте, какая Алла? А мне никто не звонил. Димочка, мы представляем седьмой канал. Лилит, Андрей, Борюсик, Лёха. Ребята, о чём мы стоим-то? Камеру включаем, звук проверяем. Так, давай, поехали. Куда? Не снимай, я вас прошу, я хочу понять, что здесь на самом деле происходит? Дмитрий, мы делаем новую передачу о талантливых людях, очень талантливых людях. Вы же талантливейший человек. Мне про вас только рассказывали, вы и художник, и замечательный фотограф, и альтруист. Ну, я, ну да, ну я ещё и сценарист, мы собираемся кино снимать. Дим, ну вы просто, вы просто герой нашего времени, вы просто находка для нашей передачи. Знаете что? Тончик положа. Ну подождите, я прошу прощения, ну какой тончик? Господа, ну я только проснулся и даже зубы ещё не чистил. Ну, у вас есть пять минут для того, чтобы привести себя в порядок, мы подождём. Не стесняйтесь, присаживайтесь, присаживайтесь, я через пять, я буду здесь, не стесняйтесь. Хорошо, хорошо, стесняться мы точно не будем. Я сейчас. Ребята, быстренько давайте, посмотрите, что под кроватью фотографии. Что у нас здесь? О, какая прелесть. Быстро, снимай это. Крупную надпись, мы её потом смонтируем, сделаем. Другую часть подложим. Так, что у нас здесь? О, фотографии, отлично. Поднимай, поднимай. Так, Борю, быстро сюда. Так. Слушай, а мы можем сделать так, чтобы головы остались на фотографиях и на стенде, а тела подложить другими какими-нибудь? Ла-ла-ла. Легко. Я такие фотографии с голубой отклею. Закачаешься. Боря, ну не любишь. Слушай, когда вы сделаете интервью, чтобы не у корона была над головой, ладно? И меня не бери в кадр, у него кровь не держи. Я поднимать на другие вопросы подложу. Так. Супер, супер, супер. Дима нам сделала сегодня потрясающий серпичок. Так, я не понял, а почему никто не бросается, не требует автографов у новой звезды? Сейчас надо закончились съемки телепередачи с моим участием. Рассказал про наше кино. Показал все свои работы. Потрясающе. Сказали, перезвонят через недельку. Эфир. Предлагаю всем встретиться. Вот. Посмотреть передачу. Отметь это дело привет. Тебе тоже привет. Подожди секунду, подожди. Жду секунду, минуту, сколько говори. Так, какая передача? Какая передача? О, так вам и скажи. Сюрпрайс, сюрпрайс, сюрпрайс. Что не хочешь, не говори. Для тебя тоже сюрпрайс. Кстати, Игорь отменяет пари. Я не понял, почему это отменяет? Что, кино не будет? А что это кино? Ты же у нас теперь телезвезда. А кино? Ладно, ладно, все будет, кино будет. Просто я с Татьяной разберусь сам. Сам так сам. Слава Богу, а то я уже чуть не стал профессиональной свахой. Что, за этим и звал? Нет, друзья мои. Значит, завтра мы вылетаем в Крым. Значит, нет, конечно, возражений каких-то. Девчонок я уже предупредил. Значит, попробуем по виноградникам, по винным, по грибам. Развеемся. Все вообще одобрял, закипел, скажи. Однозначно. Шумный, как все телезвезды. А, Дима телезвезда? Я не знала. На каком канале? Мы сами пока ничего не знаем. Он сказал сюрприз. Ой, ему, наверное, холодно. Дима, ты не простудишься? Иди к нам. Нет! А тебе не холодно? Красной Крым! Здесь не холодно. Здесь красота и простор. Иди сюда. Тебе тоже очень понравится. Иди. Мамочки! О-о-о-о-о! О-о-о! О-о-о-о! О-о-о-о! О-о-о! О-о-о! О-о-о-о! О-о-о-о! О-о-о! Ну, прими мои поздравления. У нас все получилось, даже лучше, чем мы ожидали. Мила, это будет просто... бомба. С ума сойти. Вы что, в раю? А кто это все сотворил? Авторский коллектив из трех человек. Мальчики, принесите нам свое резюме, возможно, мы вас на работу возьмем. Лично я согласен. Размечтался. Друзья мои, теперь мы избавимся от всего лишнего. Не боимся. Объявляется Блиц-конкурс для прекраснейших ценительниц волшебных вин. Та девушка, которая правильно угадает название, получает право пожизненно дегустировать вина Коктебель. Я... Прошу, 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 Екатерина, прошу. Ой, волнусь. Готовится Татьяна. Мадерра. Юноша не подсказывает. Девушки вполне самостоятельны. Верно. Татьяна. Крадак. Ха! Мария. Мария нет. Крадак. Да. Так нечестно вам рассказали. Нет, я не правы. Хорошо, стоп, чтобы не ссориться. Еще один заключительный конкурс. Каждый из вас мы подведем к бочке с вином. И если вы действительно такие ценительницы, вы без труда догадаетесь, какое вино в какой бочке хранится. Согласна? Я согласна. Да и не вопрос. У вас тоже. Ура. Боисти. Прошу. Не выйду. Пошу. А что... Знаешь, я когда-то в детстве часто залезал в бочку и долго сидел там в темноте. Я пытался представить, если бы я был ином, то что бы я чувствовал. Ну и что ты чувствовал? Я начинал чувствовать, как в детстве сердца, как мы били. Иногда... ...наше сердце... ...бились вместе. Ну и где оно-то, сердце мы как-то били. Наверное, где-то... ...под виноградниками. ...которых... ...последоват kombination. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Игорёш, буквально две минутки, я уже практически бегу. Татьяна Васильевна? Да. Включите телевизор, седьмой канал. Думаю, вам это будет очень интересно. А вы кто? Это не имеет значения. Ты не сможешь купить мою любовь. Пейлю Битлз с конца шестидесятых. Смогу, куплю и даже заработаю на этом денег. Считает один из лучших виноделов и самых завидных женихов страны Игорь Строганов. Здравствуйте. С вами снова в эфире программа «Скандалы недели» и я, ее неизменная ведущая, Лилит Матрюхина. Сегодня я расскажу вам о проекте двух предприимчивых молодых людей, которые считают себя кинематографистами, а в народе они называются просто «сводники». Дмитрий Марченко и Олег Закипелов пользуются необычайными способами для знакомства своих протеже с богатыми знаменитостями. Наши молодые люди не только сводники. Они организовали из любовных интрижек азартный вид спорта, в котором принимают и делают ставки. И новой жертвой дотерризатора, созданного этими бесспорно талантливыми людьми, стала некто Татьяна Ковальчук, руководителя рекламного агентства «Креатида». И, наконец, самое главное, из интервью Дмитрия Марченко мы узнали, что Игорь Строганов сам не гнушается делать ставки на результат своих отношений со своей новой пассией. А вот интересно, Игорь, вы поставили на успех или на поражение? Итак, все по порядку. Скажите, а на ваших картинах присутствует в основном женщина, и вас, может быть, кроме них, что-нибудь еще интересует? Посмотрите, обнаженная женщина, которая согласилась обнажиться. Это же очень сложно. И глядя на эти замечательные фотографии и картины, которые не без гордости нам показал сам Дмитрий Марченко, задаешься вопросом, а чем же на самом деле занимается рекламное агентство «Креатида» во главе со своим генеральным директором? С вами была я, Лилит Матрехина, и ваша любимая программа «Скандалы недели». На своих экранах вы видите номер телефона, по которому вы можете позвонить мне 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Маша, вызови такси. Катя, позвони в аэропорт, забронируй билеты на ближайший рейс. Вы такси на аэропорт заходили? Нет. Так, девушки, девушки, стоп. Никто никуда не едет, никуда вы, Катя! Что за что? Катя, остановись. Тотализатор устроил, да? Молодец. Твою ставку выиграла, я тебя поздравляю. Беги, деньги получай, бизнесмен фигов. Таня, объясни, в чем дело? Да пошел ты! Тотализатор! Какой детализатор? Ну, я знаю. Чего ты не знаешь? М? Трепло, а? Он про парень все рассказал. Что? Кому я рассказал про парень? А я только что передачу смотрел, а? Челезвезда ты наша! Хорошенький сюрприз ты нам подготовил. Здравствуйте! Проходите, присаживайтесь. Поздновато, поздновато на работу ходите. Ах, да. Вы же прямо из командировки, с самолета и на работу. Похвально, похвально. Я тут смотрел одну популярную телевизионную передачу и понял, что у вас все хорошо. И что вы можете отдать мне мои денежки. Например, завтра, в 12 часа. А если вдруг у вас не будет денег, вот с Васильком и Игорьком познакомитесь. Дурак. Вот гад какой. Блин! Я бы посоветовала тебе изменить о нем мнение. Потому что, возможно, завтра утром тебе предстоит к ним поближе познакомиться. Нет. Тань, что она говорит такое? А чего? А чего? А чего ты делаешь вид, что ты ничего не понимаешь? Что же нашлась мне девочка в платьице? Таня. Таня. Таня, давай без драм. Ладно? Давай просто без драм. Почему? Почему? Какой Строганов может иметь отношение к этой грязной провокации? Зачем им утопить нас, троих никому неизвестных? Зачем объяснили? Я вообще об этой сволочке говорить не хочу. Понятно? А ты чего такая доверчивая стала? Вдруг ни с того ни с сего. Тебя-то закипело в такой наивной девочке, вроде Катьке сделал, да? Да хватит! Заткнитесь в обе! Кать, прости, я… Что? Сколько можно слышать это оскорбление? Катя наивная, Катя дура, Катя то, Катя все. А вы умные, да? Умные? А чего тогда мы все в задницу? Эй! Эй! Успокойся, успокойся, тебя никто не оскорбляет. Выбирай выражение, ты интеллигентный человек. Вообще не с тобой разговаривай, а с Таней. Таня. Таня умная девушка должна понимать, кому верить, а кому не верить. Маш, ты всегда понимаешь то, что ты говоришь? Да, я всегда понимаю. Я знаю, я знаю, что нас подставили, и мы это все знаем. А почему Строганова не могли подставить? И почему ты считаешь, что он все время притворялся? Мне Закипевов никогда не брал. Никогда. Я знаю, что его тоже подставили. Значит так, дорогие мои. Слушайте меня внимательно обе. Я Строганову звонить не буду. Деньги нужно искать в другом месте. А я тебе скажу, в каком месте? Я не прошу, чтобы ты... Я требую, чтобы ты начала думать умом, а не своим оскорбленным самолюбием. Ты понимаешь, что мы в опасности? Понимаешь? Что этот Артур, он просто... Он же бандит. Ну почему? Ну почему ты не хочешь послушать Игоря? Может быть, у него есть какое-то объяснение? Мы же многого не знаем, Таня! Так, стоп! Плевать я хотела на твои угрозы и истерики! Мне абсолютно все равно, есть у нас выход или нет! С Строганова я звонить не буду, даже под страхом смерти! Правильно. Не надо никуда звонить. Привет! Это мы! Не ждали! Ждали! Ну... Ах ты! Вичтожество! У че... Художник, я хрен! Молодя! Ух ты! Олег, ты не спустили! С Таня, Таня! С Таня, ну вови её! Вы что делаете? С Таня, ты знал! Ух ты, она, не вови! Красава! У мастера, шмолюет! Красава! Ух ты! Вх ты! Ставите! Олег! Олег, скажи, что вас поставят! Да, нас поставят! Платенька, ну пожалуйста! Вы напрасно пришли, Игорь Владимирович. Меня вполне бы удовлетворил приход вашего юриста, для того, чтобы трясти кое-какие формальности в связи с разрывом нашего контракта. Таня, давай поговорим спокойно. Я не думаю, что у нас с вами остались общие темы для разговора. Танечка, я тебя очень прошу, успокойся. Таня, я во всем разберусь. Разбирайся, я уже разобралась. Что? Ты поверила в эту грязь? А собственно, почему я не должна верить фактам? А то вспомни, как ты себя вел в первые минуты нашего знакомства. А что ты делал на выставке? Мне все говорили, что тебе нельзя доверять, все. Но я оказалась полной дурой, представляешь? Я тебе доверилась, а интуиции своей не поверила. Таня, посмотри на меня, Таня, посмотри на меня. Это я, понимаешь? Ты должна мне верить, Таня, дай мне два дня. Нет, дай мне один день. Я разберусь. Я очень пожалею, Игорь Владимирович. Но я не вижу никакой перспективы в наших деловых отношениях. Я настоятельно советую вам найти другое агентство на более выгодных условиях. Таня, мы должны вместе. Вместе. Не смей! Ну не смей говорить, что мы вместе. Я ненавижу тебя. Пошел вон. Ой, это кровь. Ты не плачь, это кетчуп. Я не хочу тебя видеть. Я тебя ненавижу. И работать я с тобой не буду. Пошел вон! Ты плохо слышишь? Я прекрасно слышу, Татьяна Васильевна. Но работать вы со мной будете. Я выполняю свои обязательства. То, что делаете вы, мне нравится. Так что у вас нет повода для одностороннего расторжения контракта. Позвольте вам напомнить штрафные санкции, которые предусмотрены в этом контракте. Они вам просто не под силу. Поэтому я жду предложения по поводу новой стратегии. До свидания. У меня есть к тебе предложение. Не смей здесь больше появляться. Я с тобой работать все равно не буду. Будешь! Потому что у тебя нет выхода! Игорь Владимирович, вы послушайте, послушайте, Игорь Владимирович. Я, я помню. Нет, Игорь Владимирович, то, что я увидел, я, я категорил, я был возмущен. Игорь Владимирович, я вам официально заявляю, будут приняты серьезные радикальные меры. Игорь Владимирович, а эту, эту, эту акулу, акулу пера, я, 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 я буду ждать результатов нашей встречи. Ну, может, вы все-таки рассмотрите наше предложение? У нас достаточно престижная рекламная кампания. Ну, дел... Я... Да, извините за беспокойство. До свидания. Я пришла за своими деньгами. Ну, во-первых, здравствуй. Чай, кофе. Мне нужны деньги. Гонорар за скандал. О, Лилочка, дорогая, пожалуйста, потерпи немного. С деньгами пока дуговато. Илона, меня уволили. Выгнали с квартиры, мне жить негде, ты понимаешь? Как? Ой. Извини, пожалуйста, милая, это важно. Алло. Привет. Кое-что случилось. Ну, я надеюсь, неплохое? Не надеюсь я. Я официально подтвердил Татьяне и подругам, что больше к ним претензий не имею. Ты же обещал. Ну, строганов заплатил. У меня нет повода. А я человек, который уважает закон. Вот так, значит? Он заплатил, ты соскочил. Хорошо. Артур, мне срочно нужны клиенты для агентства. Я горю. Ты по его, что ли? Да. Вот что я тебе скажу. Я не думаю, что кто-нибудь еще захочет иметь с тобой дела. Могу дать бесплатный совет. Вернись своей старой профессией. Эскорт сейчас в цене. Да пошел ты! Ну, а когда я получу свои деньги? Прости. Давно в Таганроге была? Таганроге была? В Таганроге? Да мама бы прислала письмо в прошлом месяце. Ты знаешь, дядя Коля умер. Дядя Коля? Дядя Коля? Дядя Коля. Жел. Жел. А Вальку? Вальку? Валька. Вальку. Вальку! Так она двое не родила! Да ты ж... Валька твоя! Ой, как здорово! Наша Валька твоя! А так хочу в Таганрог! А может, ну, у всех чертовой матери в Таганрог! Вальку! Вальку! Завершая пресс-конференцию, генеральный директор телеканала ТВ-7 публично принес свои извинения господину Строганову и госпоже Ковальчук и сообщил, что лица виновной фальсификации фактов уволены с телеканала ТВ-7. Руководство канала будет ходатайствовать о возбуждении уголовного дела. Тань, а ты ему уже звонила? Кому ему? Танюш, ну хватит притворяться. Ну Игорю, конечно. Катя, она не звонила. Танечка, ну а почему? По-моему, он тебя очень любит. Да. Да, но Игорь теперь для нас слишком хороший, мы теперь до него не дотягиваем. Ну, Тань, ну не переживай, он тебе сам позвонит, правда? Тань, он не позвонит. Он меня теперь ненавидит. Если бы вы слышали, что я ему вчера наговорила. Тань, если ты так думаешь, ты наивнее Каськи, правда? Маша. Кать, я в хорошем смысле. Ну, ну. Танюш, ну, в общем, мы пойдем, ты нас отпустишь, а? Конечно. Да? Так что, ты, вы что, конечно, идите. Танюш, все будет хорошо. Ну, пока. Пока-пока. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуй. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Нам надо поговорить. Хорошо, давайте. Только отпустите меня, пожалуйста. Извини. Я должна вас поблагодарить за то, что вы так грамотно разрулили эту ситуацию. Это было не сложно. Ну, да. Я, наверное, тогда немного жестко разговаривал. Ну, жестко, это когда кирпич на голову падает, а когда бетонная плита, это немножко по-другому называется. Прости, но я не мог позволить тебе совершить непоправимую ошибку. А почему ты решил, что это непоправимая ошибка? Ты думаешь, на твоей фирме Свет клином сошелся? Мы с девчонками и без твоего контракта выживем. А почему здесь контракт? Я боялся потерять тебя. У вас, Игорь Владимирович, очень странный способ и очень дорогой устраивать свою личную жизнь. Я думаю, нам пора заканчивать этот разговор. Поздно, холодно. Подождите, стой. Стой. Ты понимаешь, что мы сейчас можем потерять? Люди иногда вообще не встречаются. Мы с тобой встретились. Ты понимаешь, как нам повезло? Ты понимаешь, раньше я точно знал, что в моей жизни главное. Мое дело, мой бизнес, даже не деньги. Обогнать конкурентов, быть первым. А сейчас, сейчас я, сейчас я настолько понимаю, какая это ерунда, я, я, я влюбился. Я влюбился. Я тебе не верю. Ты очень опасный тип, Строганов. У меня от тебя голова кружится. А ты закрой глаза. Ой. 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 Что это? Это танго. Позвольте. Что я сказал? Что я сказал? Да подожди ты! Ты видишь земля замуж? Да. Что я сказала? Ну что она сказала? Что ты скажешь? Она сказала да. Молодец! КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok